МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стихийная остановка в тени деревьев появилась возле третьего КПП. На самом деле автобусы останавливаются в другом месте, но ждать транспорта на солнцепёке невыносимо, а павильона, где можно укрыться от палящих лучей, здесь нет. Вот и прячутся пассажиры в ближайшей роще. Мы вот там всё время в тенёчке прячемся, потому что здесь невозможно стоять. Здесь народу столько идёт, с рынка женщины, с сумки. Вот лавочки поставили недавно, вообще недавно, маленькие такие. А женщины идут в сумки, поставить некуда, сесть негде спрятаться, некуда нет. Поэтому очень неудобно. Остановка хорошая, но некуда спрятаться. На отсутствие остановочного павильона у третьего КПП саровчане жалуются давно. Осенью прошлого года с просьбой решить проблему они обратились к Марине Еминцевой. И по словам депутата законодательного собрания, проблема сдвинулась с мёртвой точки. Уже готовы документы на строительство и разработан макет павильона. Это традиционные, обычные остановочки, где есть крыша, скамейки, урна, чтобы было удобно ожидать транспорт. Фонд развития и поддержки территории законодательного собрания выделяет деньги, поэтому в ближайшее время всё это будет запущено. Строительство павильона должно начаться в течение ближайшего месяца, а также в планах благоустроить территорию возле остановки. Точная дата окончания работ пока неизвестна. Этот и другие репортажи из рубрики «Городской дозор» смотрите на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. В дежурную часть полиции поступило заявление о краже самоката, которая произошла около одного из торговых центров. Десятилетний мальчик оставил двухколёсное транспортное средство у входа и отправился в магазин. По возвращении ребёнок своего самоката не обнаружил. После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что чужой самокат себе решила присвоить несовершеннолетняя саровчанка. Чем ещё запомнилась в прошедшей неделе сотрудников правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Полиция задержала пьяного хулигана, который, разбив камнем окно в квартире на первом этаже в одном из домов на улице Силкина, проник в жилище своей бывшей пассии. Его экс-подруга поступок не оценила и вызвала полицию. Мужчину увезли в отделение. Для обоих участников происшествия дело закончилось без вреда для здоровья. Меньше повезло двум мужчинам, которые решили выяснить отношения возле понтонного моста на Садовой. Гражданин Че и гражданин Те после конфликта обоюдного обратились в КБ-50 с телесными повреждениями за медицинской помощью. У одного гражданина в подробностях, не знаю, там какие-то переломы, а у второй с черепно-мозговой травмой, госпитализирован в КБ-50. Практически каждую неделю в УВД поступают заявления о преступлениях, связанных с мошенничеством в интернете. В этот раз житель нашего города лишился 5000 рублей. Заявитель заказал в соцсетях в одной из группе преобразователя телевизора в компьютер. Ему пришел разветвитель для USB. Для сотрудников ГИБДД неделя была относительно спокойной. Случилось 4 ДТП с материальным ущербом. Обошлось без аварий с пострадавшими. Особое внимание стражи дорог уделили обнаружению пьяных водителей. 5 водителей было задержано в состоянии алкогольного пьянения. И что характерно, все 5 были задержаны в субботу и в воскресенье вчера. Кроме того, из этих 5 один из них повторник. В преддверии праздничного выходного дня сотрудники госавтоинспекции переходят в усиленный режим несения службы. Более 150 клещей, зараженных опасными заболеваниями, выявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Энцефалитные клещи обнаружены в Богородском, Борском, Вознесенском, Ветслужском, Выксунском, Лысковском и других районах Нижегородской области. Проверить клещей на возбудители опасных инфекционных заболеваний саровчане могут в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В результате сильной грозы в районе Кольца на проспекте Октябрьском произошел сильный размыв насыпи. Вместе с грунтом во враге оказалась одна из опор освещения и металлические ограждения. Работники укрепили откосы песком. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению металлических конструкций. Подробности в ближайшем выпуске новостей на канале 16. Министр образования Нижегородской области Сергей Зловин сообщил о том, что результаты государственной итоговой аттестации по иностранному, русскому языку и обществознанию будут перепроверять. Причина – сбой новой системы, которая была опробирована при организации экзаменов. В связи с перепроверкой результаты опубликуют с задержкой. По иностранным языкам 11 июня, по русскому языку 14 июня, по обществознанию 15 июня. Подведены итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Слава Созидателям». Из 122 работ юных саровчан жюри выбрало 7 лучших. Конкурсанты представляли свое сочинение в одной из трех номинаций. «Слава Созидателям Атомной Отрасли», «Вклад моей семьи в создание атомной отрасли», «О Созидателях Атомного Ледокольного Флота». Работы победителей и призеров будут направлены в Москву для участия в федеральном этапе. В Центре поддержки предпринимательства прошла первая фэшн-встреча «Модный базар». В программе – вебинар с известным московским историком моды, презентация проекта «Дресс-кроссинг», советы стилиста, показ дизайнерских коллекций и многое другое. Участники «Модного базара» смогли также попробовать себя в роль модельера и создать проект своей будущей коллекции. Вечер в рамках фэшн-встречи был насыщенным, но непривычным для Сарова событием. Показ коллекции одежды саровского дизайнера Елены Бабинова и ее коллеги из Екатеринбурга Елены Лысовой. Вебинар с историком моды Андреем Радвогиным. А еще раз продажи и советы стилиста. Очень интересное мероприятие, необычное для Сарова. Мало того, что здесь можно узнать много нового об истории мода, но еще и что-нибудь себе прикупить, посоветовавшись при этом со стилистом. Момент, что можно было там свою картину какую-то создать из, казалось бы, бросового материала. Что-то интересное все равно. Да, для города это необычно. Такие картины, или говоря профессиональным языком, мудборды составляли на специальной творческой площадке. В переводе с английского это «доска настроения». Этим методом пользуются дизайнеры при работе над очередной коллекцией. Мудборд помогает в поиске вдохновения. Утром проснулась, увидела эту палитру, и сразу появилось настроение для того, чтобы творить. Вот для этого этот мудборд, доска настроения и нужна. Но доска настроения, это, конечно, не красивое название. Я бы, конечно, назвала это скорее палитрой вдохновения, именно. Палитрой настроения. Участницы модного базара предложили перевоплотиться в модели и примере дизайнерские наряды. Приятным сюрпризом для них стала фотосессия «Я в образе». Ольга Борисова первой решила надеть эксклюзивный комплект и осталась довольна. Делаю это с удовольствием. Я никогда не была в таком наряде. Мне очень нравятся мои яркие губы, мои горящие глаза. Фэшн-встреча стала действительно модным базаром. Саровчанки не спеша переходили от площадки к площадке, делились впечатлениями и давали советы друг другу. В целом, не знаю, я думаю, что все хорошо, все ходят довольны, общаются. Понравилось вообще все. Все просто здорово. То есть, эмоции просто захлестывают. Все, по идее, участники, они заняты в этом мероприятии. Это немаловажно. Следующая встреча с модой и еще одной дизайнерской коллекцией пройдет в рамках празднования Дня города на фестивале моды. Саровчан ждут 12 июня в 16.30 на танцевальной площадке в парке Имени Зернова. В день рождения великого классика в детской библиотеке запустили новый проект. Юные читатели подписали открытки для российских библиотек, которые носят имя Александра Сергеевича Пушкина. В одном из залов сотрудники организовали площадку посткроссинга. Для участия в акции пригласили работников почты и активистов движения посткроссинга в Сарове. Подробности далее. В 21 веке для общения используются современные средства коммуникации – сотовые телефоны и интернет. Письма родным и близким люди практически не посылают. В день рождения Пушкина в детской библиотеке решили вспомнить эпистолярный жанр и научили юных читателей заполнять почтовые открытки. Сотрудники придумали новый проект на основе движения посткроссинга. Конечно, у посткроссинга свои правила. Мы немножечко внесли свои изменения. У нас получится так, что библиотека имени Пушкина отправляет открытки неожиданные, это будет приятный сюрприз для наших коллег, в разные города России и не только России, коллегам тоже из пушкинских библиотек. В акции участвовали сотрудники почты и активисты движения посткроссинга в России. Олеся Шиманова рассказала ребятам, что такое посткроссинг и помогла заполнить открытки. Посткроссинг – это международный проект, который объединяет более 215 стран по всему миру, цель которого является обмен открытками почтовыми. Открытки эксклюзивные. На них рисунки саровских мальчишек и девчонок, которые участвовали в конкурсе, посвященном юбилею Великого Классика. Ребята старательно записали слова поздравлений и заполнили адресные строки. Очень надеемся, что эту идею у нас подхватят наши коллеги. И кто знает, может быть и Саровская библиотека будет первой, кто начнет вот такой вот этап поздравления с днем рождения Пушкина по всей стране. Сотрудники почты принесли с собой печати и провели в честь первой акции спецглашение марок. То есть поставили отецки штемпелей на приклеенные марки. Открытки отправятся в российские библиотеки, которые носят имя Александра Сергеевича Пушкина. А одна полетит в Белоруссию. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. День России и День города отметят сразу на нескольких площадках. Модные показы, велопарады, игры и конкурсы, показательные выступления по селовому экстриму, концерты саровских творческих коллективов и приглашенных исполнителей. Файер-шоу. Это лишь немного из того, что подготовили организаторы. 12 июня каждый саровчанин найдет себе занятие по душе. Начнется праздник с оставшего уже традиционным детского велопарада. В 10 утра самые маленькие жители нашего города соберутся на площади Ленина, чтобы дружно и весело проехать на самокатах, беговелах и велосипедах. Все участники получат призы. В 12 часов стартует взрослый велозаезд. Помимо этого малышей и их родителей ждет культурная программа. Покажем нашим маленьким участникам выступление клоун-мем театра «Мир лиц», шоу мыльных пузырей. И с ними будут также общаться сказочные герои. Затем праздник переместится на стадион «Икар», где в 15 часов начнутся соревнования «Атомный воркаут» и показательные выступления по силовому экстриму и русскому жиму. А уже в 16 часов горожан ждут в парке имени Зернова, где пройдет модный марафон во времени и пространстве. Мы покажем коллекции российских дизайнеров. Будем участвовать в карнавальном проекте Ирины Гончаровой. Это дизайнер, которая сама приедет к нам в город и будет работать с нашими зрителями. Также в парке организуют выступления вокалистов из школ искусств, игры, мастер-классы, творческие площадки, экскурсию-презентацию уличного вернисажа и дресс-кроссинг. То есть, когда все могут обмениваться без денег какими-то товарами. Вот мы в этой истории предлагаем прийти к нам для того, чтобы поучаствовать во фримаркете. И мы предлагаем прийти с одеждой детской, с игрушками, книгами, когда молодые мамочки смогут просто у нас же там обменяться. Завершится праздник в театральном сквере, где пройдет модный показ, шоу от Клоун Мим Театра, Театра Кукол Кузнечик и фаер-шоу от Театра Огня Дракарис. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей Саров, 24. Стали известны результаты чемпионата и первенства города по ловле на поплавочную удочку. Организатором традиционных соревнований выступила Федерация рыболовного спорта. По результатам работы студийской коллегии распределялись призовые места. Победителем становился спортсмен, чей улов весил больше, чем у других. Соревнования посвятили открытию летнего рыболовного сезона. Заниматься рыбалкой Владимир Блохин начал в пять лет. Оттачивал навык каждые выходные, отправляясь на речку вместе с отцом. Достиг неплохих результатов. И городские соревнования по рыбной ловле – это отличный повод проверить свой уровень, а заодно и поделиться опытом. Мне интересно, чисто спортивный интерес узнать, кто из нас сильнее, кто более смекалистый, умнее. Чисто интерес. Победа не главное. Просто интересно поделиться опытом. Среди участников турнира по рыбной ловле можно было встретить и юных рыболовов. Они наравне со взрослыми соревновались за призовые места. В этот спорт меня привел мой папа. Мне понравился этот спорт. Я теперь полюбил рыбалку. Мне нравится, потому что я люблю ждать и люблю смотреть за поплавком. Как и в любых спортивных состязаниях, в рыбалке есть свои правила. Каждому участнику путем жеребьевки отведено определенное место. И переходить в другой сектор нельзя. Наживку разрешено использовать любую. Ловля сегодня сложная, сразу скажу. То есть, как бы, водоемы, в принципе, у нас водоемы довольно сложные. Тем более, как я всегда говорил, во время соревнований рыба клюет хуже. По правилам соревнований всю рыбу, которую поймали участники, они выпускают обратно в водоем. По итогам турнира победителем стал Максим Ведищев, вторым – Владимир Блохин. Бронзу забрал Алексей Тверсков. Впереди участников соревнований ждет областной турнир по рыболовному спорту, на который съедутся сильнейшие команды региона. Соревнования пройдут в середине июля. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин